Музыка Такую рок-группу не увидишь ни на одном концерте. Десяток барабанных палочек синхронно взлетают в воздух и сдают ритм. Микрофон на несколько человек, но вокалистам это не мешает. Слушают друг друга и помогают. Каждый выкладывается полностью. Бас и электрогитары, ударники, вокалисты, уфимский амфитеатр захватили рок-музыканты. Среди них как профессионалы, так и любители, а многие приехали из других регионов. Ведь в таком формате День тысячи музыкантов проводится впервые не только в республике, но и в России. Хотели показать, что Уфа очень музыкальный и талантливый город. То есть у нас много музыкантов, которые увлекаются, занимаются дома. Ну такая, перепись музыкального населения города. Репетиции начались еще в июне. Музыканты отрабатывали технику и учили аккорды. Чтобы стать участником огромной рок-группы понадобилось немного. Желание и, конечно, инструмент. Гитара, педаль, комбик, все в принципе. Организаторы на тысячу участников и не рассчитывали. Формат для России пока новый. А Уфимский амфитеатр не смог бы вместить такое количество желающих. Впечатлен всем этим. Я думал, что это не произойдет. Но когда это все образовалось, у меня просто не было слов. Я очень ждал этот день. И вот он наконец-то отстал. И прям очень круто. Впервые День тысячи музыкантов прошел в 2015 году в Италии. Стать участником флэш-моба мечтал и Денис Михайлов. Родом он из Калининграда, а с гитарой не расстает уже 20 лет. Появилась возможность выступить всем вместе. Море позитива, море драйва, куча эмоций. Уфимские группы The Times, Sam Goldman и Нечто задают настроение и ритм. Это своеобразные дирижеры. Помогают участникам флэш-моба и световой метроном. Композиции прозвучали уже десятки раз на репетициях, но не надоели. Это вещи те, которые можно играть бесконечно. То есть это такие самые-самые хиты. Тут же флэш-моб, тут не концерт, не выступление, а что-то новое. Поэтому заряжаешься по-новому, очень здорово. Хиты отобрали путем народного голосования в интернете. Они знакомы большинству любителей рока. I love rock'n'roll, Sanktua, композиция Юрия Шевчука на берегу реки Белой прозвучала символично. Мы очень надеемся, что такие мероприятия будут проводиться еще, потому что это поднимет культуру рок-музыки. Здорово, такие молодцы. Они прям, у них драйв такой, они играют, так все это молодцы, супер. В следующем году флэш-моб вновь соберет любителей рока со всей России. По словам организаторов, День тысячи музыкантов станет для республики традицией. А Уфа в очередной раз доказала, что это музыкальный город. Алина Гребешкова, Сергей Маев, городской телеканал ЮТВ.